Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет. Григорий Неделько. «Монохромия». Читает Олег Шубин. «Черно-белые кажутся путешествием в космос, которому суждено вернуться на Землю». Викерман. «Белый. Монохромное ничто». «Вероятно, это будущее будет таким же, каковым были все будущие времена по сравнению с их прошлым». Роберт Шекли. «Корпорация Бессмертия». Проверяя очередную, бесконечную по счету опись, Георгий Вавилин вдруг с утомляющей ясностью осознал, что ему надо как можно скорее разрядиться. Это был высокий черноволосый мужчина с короткой стрижкой и серьезным выражением лица. Весьма зрелый по общественным меркам, чуть меньше тридцати, он, безусловно, накапливал отрицательные эмоции гораздо быстрее, чем менее взрослые и более активные граждане вечно молодящегося белого государства. Снять негатив быстро и в любое время позволяли особые устройства. Занимало это буквально полминуты, так что от работы легко можно отвлечься. Тем более Георгий представить себе не мог ситуации, в которой кто-нибудь хватился бы обычного сотрудника статистического бюро. Профессия мужчины не имела отношения к чему-либо серьезному. Положа руку на сердце, он вообще не понимал, зачем и для кого работает, поскольку занимался перепроверкой уже проверенных описей. А те, в свою очередь, включали в себя всего-то навсего детали, закупленные для потенциального ремонта школьного оборудования. Технопарт, комповиртов, сенсоручек и остального. Почему бы деньги, которые ему платили, с тем же успехом не выкинуть на ветер? Эффект будет тот же. Однако зарплата неплохая, с учетом образования и врожденных способностей Георгия. Поэтому грех жаловаться. Правда, с ней справился бы любой, но это уже детали. Встав с пневмокресла, Георгий подошел к стоящему в углу монохрому, машине для разрядки. Монохром загадочно поблескивал холодными металлическими боками в свете утренних лучей. Работал Георгий на дому, как и большинство жителей белого государства, выбирая снаружи лишь по крайней необходимости. Задания давали по сети, деньги перечисляли на карточку, разносы устраивали по Сивису, системе внешней связи. «Работай не хочу», что Георгий делал на протяжении без малого десяти лет. Обычный человек, подобный большинству, малоподвижному, слабосильному большинству, от которого, однако же, зависела жизнь огромного государства. Именно поэтому проводились всяческие, в основном домашние, тренинги, призванные сберечь или восстановить здоровье работников, физику, зрение и прочее, чтобы граждане и дальше могли успешно трудиться на благо Родины. Зайдя внутрь ожидающего монохрома и таким образом активировав автоматическое включение машины, он встал спиной к стене. Негромко зашумело, загудело, засветились и забегали маленькие огоньки, выпростались две трубочки, въехали в уши и в мгновение ока откачали черный, будто смоль, негатив. Георгий вновь почувствовал себя лучше, счастливым, готовым жить и работать. Выполнив поставленную перед ним задачу, монохром отключился, а Георгий направился было обратно к пневмокреслу, когда что-то за окном привлекло его внимание. Мужчина не разглядел, что именно, однако ему показалось, будто нечто большое с огромной скоростью просвистело вниз. «Выбросили мусор», — велькнула первая мысль. И Георгий решил, что происшествие совершенно незначительное и только лишь отвлекает от работы. Однако законом давно запрещалось мусорить на улицах. Это рассматривалось как административное нарушение. А выбрасывание вещей в окна — как уголовное, поскольку представляло потенциальную опасность для тех, кто находится внизу. Георгий, разумный человек, ответственный работник и дитя своего общества, не сумел пройти мимо. Он повернулся обратно к окну, коснулся сенсора, открыв его, и выглянул на улицу. Увиденное потрясло его. Прямо посреди тротуара, в луже крови, лежал человек. Неподвижный. Руки-ноги вывернуты. Самоубийство! Точно набат прогремело в сознании опешившего Георгия. Или еще хуже. Убийство! Не может быть. Немыслимо. А упавший откуда-то сверху человек, недвижимый, продолжал лежать на асфальте. И рядом никого. Умер. Или умирает, замелькали мысли. Ему нужна помощь. Никогда не сталкивавшийся с подобным, близкий к панике, Георгий все-таки вернул себе присутствие духа. Сделал несколько глубоких вдохов, закрыл глаза, открыл. И, как есть, в домашней одежде понесся прочь из квартиры. На ходу крикнул автодвери. Она отворилась. О том, что можно позвонить в скорую, пораженный, напуганный Вавилин даже не подумал. Мелькали ступени лестничной клетки. В стрессовой ситуации про гравилифт Георгий забыл. Жил он невысоко, на пятом этаже. И спуск занял каких-нибудь тридцать пять-сорок секунд. Выскочив на улицу, Георгий непроизвольно поежился от осенней прохлады и побежал в обход дома. По пути ему встретились трое людей. Старик, выгуливающий на бесконечном поводке тоже очень немолодую собаку, да целующаяся юная парочка на скамейке с самовыдвигающимся навесом от дождя. Влюбленные его даже не заметили. Старик же бросил на слишком легко одетого, несущегося куда-то во весь опору мужчину подозрительный взгляд, но времени объяснять и оправдываться не было. Труп лежал где и прежде, под окнами квартиры. Что это именно труп, Георгий понял сразу по разморженной голове с вытекшими мозгами, невздымающейся груди, застывшим зрачкам. Переведя дух, он присел на корточке возле мертвеца и, не веря собственным глазам, долго и пристально разглядывал умершего или убитого. Совсем молодой еще парень. Волосы цвета соломы, красивое лицо, дорогая, стильная рубашка, будто бы прихорошился прямо перед смертью. А вдруг так оно и было? Георгий не знал, сколько прошло времени, прежде чем позади почти бесшумно приземлился Ховер. Оглянувшись, мужчина со смесью радости и ужаса увидел верпов, вершителей порядка, абсолютно одинаковых в своих черно-белых костюмах и скрывающих лицо в защитных масках. Порывисто встав, Георгий открыл было рот, чтобы рассказать о случившемся. Однако верпы и слушать не стали. Молча схватили Вавилина за руки и поволокли к открытому Ховеру. Рядом с первой машиной беззвучно села вторая. Из нее вышли еще двое верпов. Дюжи и служители порядка скорым синхронным шагом, но без тени волнения в движениях, направились к бездыханному человеку на асфальте и принялись грузить мертвеца в Ховер. Наблюдавший это, удивленный Георгий вновь повернулся к верпам, что вели его под руки. Подождите! Куда? Статистика инстинктивно дернулся, пытаясь высвободиться. Серьезная ошибка с его стороны. Верпы остановились. Один из них достал импульсную дубинку и, как следует, приложил Вавилина по голове. Вспышка, резкая боль, помутнение и на мир, и на мир наползла тьма. Они летели стремительно по выделенной трассе. Георгий понял это, когда очнулся и пришел в себя. Голова болела и кружилась. Перед глазами плавали цветные круги. Тошнило. На особо крутом повороте, накатывающие волнами, приступы сделались чересчур сильными, и Вавилина вырвала. Это принесло некоторое облегчение. По крайней мере, теперь он, хоть и с трудом, мог сосредоточиться на происходящем. Оказалось, его запихнули на задние сидения машины с виду стандартного служебного ховера. Георгий поглядел направо на сидящего впритык Верпа. Голова вершителя порядка повернута в сторону ни в чем не повинного мужчины. На обезличенной маске невозможно понять чувства и намерений Верпа, но очевидно, что тот не спустит с задержанного глаз. Второй служитель государственного закона сидел за сенсорным рулем и безэмоционально, практически неподвижно правил ховером. Похоже, Верпов не интересовала личность того, кого они схватили. Имя, фамилия, почему он оказался рядом с трупом и прочее. Даже когда Георгия вырвала, защитники государства не отреагировали. А вот стоило мужчине напомнить о своих правах, узнать, за что его схватили, куда везут и для чего, и какое они вообще имеют право, как выяснилось, что он совершил вторую серьезную ошибку. Верб, сидящий впритык и неотрывно наблюдающий за Георгием, хорошенько размахнулся и вмазал статистику локтем под ребра. Ярко и болезненно вспыхнуло. Согнувшись пополам, несчастный готов был исторгнуть из себя остатки непереваренной еды, если бы в организме хоть что-нибудь сохранилось после первого раза. потому Георгий просто хватал ртом воздух, стараясь отдышаться. Наконец, он осторожно повернулся к ударившему его вербу. Та же, ничего не выражающая маска, тоже полнейшее безразличие. Остаток пути проделали в вязкой напряженной тишине. Машина быстро, но аккуратно приземлилась. Поднялись вверх автоматические двери. Георгия вытолкнули наружу и куда-то повели. Широким шагом, без понуканий, которых, наученный горьким опытом, статистик дожидаться не стал. Он с трудом подстраивался под темп вербов. Ноги заплетались. Дул стылый осенний ветер, налетал порывами, пробирал до костей. Кожа пошла пупырышками. Сжав зубы, Вавилен терпел и вращение вербов, когда их сильные пальцы до синяков стискивали руки. В конце концов все образуется. Выяснится, что я не виноват и меня отпустят, мысленно повторял Георгий. Хотя, надо признаться, слабо верил в такой исход. Что-то внутри ныло и не соглашалось с мыслями. Что это было? Интуиция? Страх? Нечто большее? Вокруг стояли служебные ховеры, знакомые бело-черной расцветки, мощные и обезличенные, под стать владельцем. На капотах нарисован знак вершителей порядка, внутри круга перекрещенные старинные весы и меч. Номера у авто отсутствовали, иные опознавательные знаки тоже. По дороге встретилась парочка верпов. Первый шел куда-то по своим делам в противоположном направлении, второй залезал в ховер. Ни один не обратил ни малейшего внимания на коллег, которые едва ли не волочили под руки молодого мужчину с испуганным растерянным взглядом, одетого в замызганную футболку и шорты. «Надо полагать, обычное дело», внутренне невесело усмехнулся Георгий. Вели его молчаливые хранители порядка, конечно же, в участок, место их работы и жизни. Именно там они проводили большую часть времени, тренировались, ели, занимались различными делами, помимо «Может, и жили, никто не знал этого наверняка». Автодвери в участок разъехались и трое вошли внутрь. Взгляд Георгия тотчас зацепился за снующих по коридору верпов. Прежде вершителей в таком количестве ему видеть не доводилось. И те производили кошмарные впечатления. Безликие, высокие, мускулистые, двигающиеся уверенно и решительно, не замечающие ничего вокруг, в том числе и их. Словно инопланетяне, для которых люди не представляют ровным счетом никакого интереса. Георгий поежился и отнюдь не от холода. Тут его безмолвно толкнули в какой-то дверной проем, и он послушно пошел этим путем. Виновав увенчанную последними техническими новинками стойку администрации, передающие неясные ему наверняка зашифрованные сообщения мониторы, флайт-камеры и запертые на электронной замке двери, Вавилин нырнул в коридор. Дорога утопала в полумраке. Кругом никого. Сюда определенно нечасто захаживали. Они с верпами двинулись по угнетающему бесстрастием и бессловесностью пространству, что сжимало плотно и надежно со всех сторон. Слева и справа располагались закрытые двери без номеров и табличек. Они шли, и шаги гулко и ритмично отдавались в окружающей, подстрекаемой темнотой и тишине. Бух, 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 бух. Мысли сбивали друг друга в голове. Одна другой мрачнее, налетали и отступали, только чтобы напасть вновь. Казалось, это никогда не кончится. Верпы остановились резко. Настолько неожиданно, что Георгий не сразу сообразил. Пришли. Один из вершителей приблизился к типовой двери, каковых промелькнуло мимо несколько десятков. Служитель правопорядка приложил раскрытую ладонь к электронному замку. Загоревшись синим, тот открылся, дверь скользнула в сторону. Георгия впихнули внутрь. Дверь моментально закрылась. Верпы встали по обе стороны от нее, чуть не касаясь спинами стен. Некоторое время ничего не происходило, буквально секунд десять, но этого хватило, чтобы Вавилин успел осмотреться. Его привели в какую-то лабораторию или помещение очень на нее похожее. Магнитная лампа под потолком насыщала комнату ярким белым светом. Справа в стене находилась еще одна дверь, без замка и довольно неприметная. По стенам велись лозы разноцветных помигивающих проводов. Неведомая техника сгрудилась в двух дальних углах. Металлические, шумящие, усеянные светящимися лампочками коробки стояли одна на другой. А между этими своеобразными колоннами возвышался монохром. Георгий вначале удивился, что здесь делает столь привычной ему и остальным жителям белого государства машина и зачем его привели сюда. Что они задумали? Для чего понадобился монохром? Однако, приглядевшись, статистик понял, с выводами поспешил. Это был вовсе не монохром, но аппарат очень и очень на него похожий, во всяком случае внешне. Размерами непонятный агрегат превосходил машину для разрядки раза в три, а кроме того, его усеивали плоские лампочки, цветные провода, сенсоры, микросхемы и множество металлических элементов разных форм и неизвестного назначения. Тем не менее, платформа активации, привычно круглая, просторная, лежала на предназначенном для нее месте, на полу. Так монохром это или нет? Если да, то весьма необычный. «Как же он работает?» Снова возник в голове вопрос, и Георгий ощутил, что дрожит. Постарался унять тремор. В эту секунду открылся дверной проем в боковой стене, и из него вышел человек в белом халате, неопределенного пола, на лице маска, как у верпов. Человек сделал рукой короткий жест, и верпы отклеились от своих мест. Один пихнул Георгия к монохрому или тому, что было очень на него похоже, а когда статистик встал на поле активации, второй верб остановился напротив, перекрывая путь к отступлению. Агрегат, внутри которого очутился Георгий, заработал. Зашумел, значительно громче, чем обычный монохром. Гол заполнил собой всю комнату. Непонятный, устрашающий техногенный монстр заморгал десятком огонечков. Из незаметных пазух выехали трубки и заняли места в ушах ничего не понимающего, однако остро чувствующего грядущую беду мужчины. Пара секунд, шума, света, ожидания, страха, и началось. Георгию показалось, будто острый нож отчаяния вонзился в самую его душу. Он соторгнулся от неожиданности, изумления, ужаса. Скосил взгляд на трубочку. По ней потекли выкачиваемые из тела эмоции. Но не черные, как любой негатив, а белые. Белые, положительные. Счастье, радость, удовольствие, хорошее настроение. Весь позитив единым порывом ухнул к жестоким безразличным манипуляторам в ушах, готовясь навсегда покинуть разум и существо Вавилина. Обезумев от творящегося кошмара, статистик рванулся прочь с кабины машины убийцы, но остороживший его верб преградил дорогу к спасительной свободе. Ловким, отработанным механическим движением достал из-за пояса излучатель и направил на ментально аннигилируемого человека. Взор помутился. Георгий почувствовал, что теряет сознание, и зависает над бездонной пропастью. Наседала тьма, подобной которой нет в природе, темнота чернее черного. Бешено колотилось сердце, и опустошение, алчное, коварное, смертельное, наваливалось неподъемным грузом. У Георгия подкосились ноги. Он рухнул на колени. На самом верху башни великана, в прозрачном, лучше непробиваемом контейнере, занимающем почти все помещение, в люминисцирующей жидкости, в состоянии вечного дрейфа, покоилось тело. Жирное, белесое, отталкивающее, оно плавало в сверкающей, энергетически заряженной воде, казалось, уже несчетные годы. Тело не двигалось вообще, даже по собственной воле. Если бы захотело, оно все равно не проплыло бы и пары метров. До этого не требовалось ни ему, ни другим. Зато тело умело ощущать и передавать, умело, как никто иной, за что его и ценили. Очень часто оно пребывало в плохом настроении, и тогда требовалось передать ему как можно больший заряд позитива, чтобы нивелировать отрицательные эмоции, снизить стресс, задобрить и помочь телу продолжить то, ради чего оно только и существовало, жить и транслировать. Прямо сейчас тело было очень довольным. Если бы могло, оно бы сладко зажмурилось от нахлынувших на него приятных эманаций. Давно оно не испытывало столь сильного наслаждения. Откуда взялись пожираемые эмоции? Впрочем, велика ли разница? Телу было хорошо и это главное для него. Но равный для всех, кто о нем заботился. Сильнейшая волна удовлетворения продолжала вливаться в жирные телеса, и их обладатель готовился испытать неземное блаженство. И он, и окружающие его безмолвные фигуры, работающие на обитателя прозрачного контейнера день и ночь и многие другие. Хотя большинство о том отнюдь не подозревало и не должно знать. Волна поглощения приготовилась смести личность и жизнь Георгия с полотна бытия, обрушить в ледяную, непобедимую неизведанность, когда внезапно все прекратилось. Оборвалось. Моментально. болезненно. Георгий почувствовал нечто странное, словно бы его заново накачивают жизнью. Мужчина успел очнуться, пробудиться от того, что сулило дорогу без возврата. Страх отступил, сердце успокоилось. Безраздельное отчаяние схлынуло, отбрасываемое прочь возвращающимся позитивом. Белая волна смела и уравняла черную. Георгий вновь становился самим собой. Однако именно это заставило его, не выдержав напряжения, лишиться чувств. Тело в монохроме убийцы свалилось на пол. А другое тело далеко отсюда, в прозрачном контейнере, в высокой, недосягаемой башне, сильно дернулось. Впервые за годы потом еще раз и еще. Тогда они забеспокоились тоже в первый раз. Георгий лежал на полу. Едва вернувшись, сознание опять гасло, но теперь по другой причине, от переизбытка переживаний, мощнейших, сверхъестественных. Помутившимся взором Вавилен наблюдал странные, пугающие картины. Возможно, ему следовало радоваться или хотя бы надеяться на лучшее, но попросту не осталось сил. Снаружи послышался взрыв. Дверь в лабораторию открылась. Внутрь ворвались нечеткие, загороженные туманной пеленой фигуры. От них повеяло чем-то страшным, необъяснимым. Кажется, один из верпов, что стерегли его, а может, оба открыли огонь. Упала первая страшная нереальная фигура, вторая. Затем уже фигуры начали стрелять, верпы рухнули, как подкошенные. Неужели он свободен? Свободен? Эта мысль отпечаталась на стенке сознания, неизбывно ощутимая, но ненужная, ведь сейчас он совсем ничего не мог поделать. И кто бы не ворвался в лабораторию, друг или враг, или кто-нибудь иной, Георгий находился в полной его власти. Свалился на металлический пол человек в белом халате и маске, потекло что-то багровое. Кровь. За пределами помещения вновь раздались взрывы. Зловещие фигуры с некими устройствами наперевес, излучателями, выбежали наружу. Все, кроме одной. Она приблизилась к Георгию, медленно, будто двигаясь сквозь патоку, а, возможно, только чудилась. И на самом деле человек, человек ли, подскочил к нему в мгновение ока. Как бы то ни было, фигура присела, достала что-то из-за пазухи или кармана, сжала в кулаке. Другой рукой коснулась Георгия. Мужчина ощутил чувство изменения, распада. Неужели снова? Перемещение? А потом мир завернулся узлом, схлынул и исчез. Вместе с Георгием. Но статистик этого не знал, как и того, что происходило следом. Вселенная для него вновь пропала, только на сей раз иначе. Тело в контейнере дергалось все сильнее до тех пор, пока они не успокоили его, отдав часть себя. Впервые. Последним, что Вавилен услышал, были звуки выстрелов и взрывов, а последним увиденным сверкающие перед глазами сверхновые. Потом сознание наконец оборвалось в неощущаемую пустоту. Георгий пришел в себя в пустом, холодном помещении. Он лежал на бетонном полу и смотрел в пустую глазницу окна. Что снаружи, не разобрать. Опустившиеся сумерки скрадывали очертания окружающего мира. А скоро и вовсе наступит тьма. Помимо прочего, не в том он был состоянии, чтобы разглядывать местные достопримечательности. Сначала бы разобраться, куда угодило и все ли с ним в порядке. Что это? Заброшенное жилище? Очень может быть. Но где дом находится? И как я тут оказался? По чьей воле? Вопросы сыпались градом. Георгий лежал, укрытый довольно плотной, дурно пахнущей материей. Стянув ее, Вавилин встал. Рядом с тем местом, куда упала материя, обнаружил одежду. Ветровку, штаны, ботинки. Все потертые, поношенные. Видимо, предназначаются ему. Оглядевшись по сторонам и никого не найдя, Георгий облачился в новую одежду. Она немного жала, была не слишком приятна к телу и пахла весьма своеобразно. Но благодаря ей стало теплее. Спасибо невидимому благодетелю, а то так и околеть недолго. Георгий осмотрелся более внимательно. Действительно, необъяснимым образом он оказался внутри разрушенного строения. Оконные и дверные проемы изъяли пустотой, повсюду лежали куски разбитого стекла и разный мусор, банки, бутылки, упаковки, обертки. И более ничего. Лишь просторная, пугающая концентрированностью пустота уничтоженности. Неужели кто-то тут живет? Родилось невероятное предположение. Но кто способен существовать в таких условиях? И откуда вообще взялось это полуразвалившееся здание? В нашем государстве ничего подобного отродясь не было. Оно колыбель порядка и счастья, а не... Ничего. Хаоса и упадка? Вполне допустимая мысль. Только раньше Георгий и предположить не мог, что верпы запросто хватают на улицы людей и отвозят их на усыпление в участок. Бросают в горло ненасытных, смертоносных машин. Машин, так похожих на знакомые, почти родные монохромы. Но раз все это существует, если оно не привиделось Георгию в кошмарном сне, значит, есть и другие вещи, возможно, еще более страшные. Куда уж страшнее. А может, и есть куда? Он постарался отвлечься от мрачных, будто вечной ночи мыслей. Однако облегчение это не принесло. Мужчина вдруг остро ощутил, что переполнен негативом. Только рядом нет монохрома, чтобы сбросить напряжение, перекинуть отрицательные эмоции из тела в специальное государственное хранилище. По крайней мере, раньше, до сего дня, Вавилен действительно верил, что именно так и происходит. Сколько раз я видел этот взгляд в сумраке самых разных оттенков. Прерывая одиночество, из тени выступила незнакомая фигура. Георгий посмотрел на нее и оторопел. Конечно, он не был уверен до конца, но выглядел, говоривший точь в точь, как те, кто напал на верповский участок. Во всяком случае, именно такой образ отпечатался в памяти мужчины, пока он валялся в полубессознательном состоянии внутри едва не погубившей его машины. Человек, обратившийся к статистику, обладал достаточно высоким ростом, широкими плечами, идеально лысой головой и горящими, въедливыми, решительными глазами. Одет он был в какие-то обноски, не лучше тех, что достались Вавилену. Наверняка сам лысый их и принес. Выявленный некоторое время молча разглядывал Георгия внимательно, с прищуром. Но статистик, не решаясь заговорить первым, тоже рассматривал незнакомца. Наконец, лысый продолжил. Должно быть, и у меня были такие глаза, когда только очутился здесь. — Где здесь? — ничего не понимая, спросил Георгий. — В бездне-сити, как мы называем это местечко. Лысый невесело хохотнул. — И где она находится? — На окраине белого государства, за силовыми барьерами. — Какими еще барьерами? Георгию показалось, что его обманывают, отродясь, ни о чем подобном статистик не слышал. — Нет в нашем государстве никаких силовых. Сейчас ты думаешь так. Но вскоре поймешь. Думаю, уже начинаешь прозревать. Георгий огляделся, затравленно, ища подсказку. — Спасение. — О чем вы говорите? — Кто вы? — Мое имя тебе ничего не скажет. — Да и нет его уже давным-давно. Кануло в войне. — В войне? — Ага. — Между верпами и бевами. — Кто такие бевы? — Бевы — это мы, бездомные воители. — Без. Георгий не смог выговорить этого слова. — Бездомные? — Невозможно. Нереально. В нашем утопическом обществе и государстве нет людей без дома. — Ну, конечно. Ровно в той же степени, что нет и верпов-убийц, и машин, высасывающих чувства вместе с жизнью. — Все еще считаешь это черно-белое государство своим? Или тебе уже ближе бесцветное? — поинтересовался Лысый, подходя ближе. Георгий машинально отступил назад и уперся в стенку. Лысый остановился. — Тогда позволь кое-что расскажу, — проговорил он. Белесое жирное тело в башне вновь пришло в норму. Для этого понадобилось приложить больше усилий, чем предполагалось. Подавить бунт, убрать трупы, запустить в теле и радиосигналы, стирающие память коды, а главное — подпитать из собственных резервов жирного транслятора. Но теперь, пусть облаченные в одеяния цвета ночи человекоподобной фигурой и чувствовали себя едва ли не истощенными, все возвращалось на круги своя. Башня опять возвышалась над миром не только в прямом, но и в переносном смысле, потому что правление ее должно быть вечно. Это знали и понимали они. Это понимало и знало тело, как и их мелкие помощники, слуги, верпы и другие, которым иногда перепадали частички переработанного специальными машинами негатива. Негатива, высасываемого монохромами. Негатива, на котором зиждилось все общество, все государство. Государство абсолютной черноты. Лучше перемолотого негатива были лишь положительные эмоции, которые выкачивали из приговоренных к смерти людей, оказавшихся не в том месте и не в то время. Подозревающих, случайных свидетелей, заговорщиков, либо просто тех, кого решили казнить ради необходимости или забавы, дабы изъять из тела и разума столь ценный, дорогой, приятный позитив. Лысый говорил и говорил. А слышал когда-нибудь о черных рынках, где торгуют положительными чувствами по баснословным ценам, хотя правильнее назвать эти рынки белыми? Георгий только обескураженно, в ужасе, мотал головой. Он хотел отойти еще дальше назад, но отступать было некуда, физически и метафорически. Про силовые барьеры, скрывающие от глаз и прочих органов чувств, разрушенные, пришедшие в упадок территории, ты тоже не знаешь, продолжал лысый человек без имени. На самом деле белое государство не настолько большое, как вас уверяют, неразмером со всю планету. У него и возможности то не было разрастись после Великой войны. той самой, лишь слабым продолжением, которой стала наша война с верпами и властью. Георгий закрыл глаза. Как бы хорошо, как бы легко было сейчас просто взять и умереть. Пусть в механических, компьютеризированных лапах убийцы монохрома, под приглядом бесстрастных, жестоких верпов но исчезнуть, уйти, раз и навсегда решив все проблемы. Однако он понимал, так просто это не закончится. Не ту судьбу готовило ему что? Время? Пространство? Бытие? или отдельно взятый человек, волей случая, спасший от гибели, тепловой смерти, спасший, чтобы бросить в лапы более смертоносного понятия вероятности? А важно ли, кто привел к нынешнему итогу? Да и что, в конце концов, он может противопоставить целому государству заговорщиков и маньяков, территории с тысячелетней историей. Если только и она не вымысел, обман, мистификация, выдуманная с единственной целью благоденствовать, невзирая ни на что, убивать, красть, жиреть. Держи! Лишь сейчас Георгий понял, что Лысый все это время продолжал говорить. Но Беф и так рассказал статистику слишком много для того, чтобы Вавилен продолжал оставаться вне реальности. А теперь собеседник замолчал и безмолвный и выжидающий протягивал Георгию некий предмет. На ладони Лысого лежало нечто вроде тонкого плоского чипа или микроплаты, помигивал по центру неяркий огонек. Это сенсор, объяснил Беф. Прижмешь его пальцем и на сигнал откликнется наше телепортационное оборудование. Оно перенесет тебя куда надо. — Телепортационное? — выдохнул Георгий. — О нем ты, разумеется, также не слышал, утвердительно сказал Лысый. — Откуда оно у вас? — Что мы зря с вербами воюем? — вопросом на вопрос ответил Беф и подмигнул. Георгий осторожно взял с ладони Лысого телепортатор или вещь наподобие него. — Подумать только. Держит в руках технику, которая многие тысячелетия смущала и бередила умы ученых. Технику невероятную, невозможную, но оказавшуюся привычной, обыкновенной здесь, в реальной действительности. — А вы? — поинтересовался Георгий. Лысый вздохнул и статистик понял, что ответ будет непростым. Однако Вавилин никак не ожидал того, что в итоге услышал. — Мы слишком долго воевали. Пора это прекратить. Пора освободить людей. и планету. — Ну, каким образом? — Лысый помолчал. — Понимаешь ли, не очень приятно быть Бевом. Мы ведь не люди, не обычные люди, а скорее существа, создания, которых лишили всего позитива внутри, но которым посчастливилось — посчастливилось, правда? — болезненно усмехнулся. — Которым удалось выжить. Порой благодаря техническим новшествам, что мы прячем в канализации наших штаб-квартирах, а иногда чисто из упорства, поскольку природа не хочет видеть живым такого государства, она его не приемлет, и даже тот, кому, казалось бы, суждено умереть, может спастись. Только что это будет за существование? — Не понимаю. Мы, бевы, несмотря на то, что отвержены, продолжаем являться частью системы, находимся на весах, в той чаше, где негатив. Власть продержащая в соседней, с позитивом. И их хитроумные устройства позволяют человеческому миру функционировать, балансировать, как было испокон веков между белым и черным. Правда, люди ли хозяева государства? И мы сильно сомневаюсь. Я лишь предводитель одного из бевских отрядов. Но таких отрядов много, сотни. И представь, что случится с миром филигранно, технически совершенно выстроенным миром, если все эти люди существа, все источники негатива, разом, нет, да, умрут, перестанут быть, высвободят собственный негатив на волю. Наступило долгое, тяжелое молчание. Нарушить тягостную тишину на сей раз первым решился Георгий. Но почему я? Не только ты. Подобных тебе много. Тех, кто способен сопротивляться тепловой смерти. По крайней мере, это доказывают исследования. Мы верим, что наша жертва не будет напрасной. Но что случится с миром, когда вы... вас... не станет? Ничего особенного. Лысый рассмеялся в голос. Всеобщая волна разрушения пройдет по технике наших врагов и уничтожит ее. Мы умрем самовольно, а те, кто не успеют или не захотят себя прикончить, испустят дух, когда нарушится баланс негатива и позитива. Это же ждет обычных людей. Хотелось бы найти другой выход, но мы чересчур долго искали, ждали, можем опоздать. «Неужели нет иного пути?» Беф лишь пожал плечами. Георгий осторожно погладил машинку для перемещения с внешней стороны, там, где не было сенсора. «А что это за тело, про которое вы рассказывали?» спросил он. «То в контейнере с вечной жизнью, соединенной с психикой и жизнями самых высокопоставленных существ». «Ты ажир трестий из невидимой невооруженным глазом башни в самом центре государства? Так это наш любимый правитель никак не угомонится, не уйдет на покой!» Лысый мрачно хохотнул. А его смотрители, которые связаны с ним ментально, только и думают, как бы лучше угодить начальнику. Понапихали в себя чипов, хотя подобострастие и желание выслужиться было в них всегда. Продолжая поглаживать машинку перемещения, Георгий увидел, как другой бев, низкорослый, взъерошенный, внезапно выскочил ниоткуда и, подлетев к Лысому, стал взволнованно пересказывать тому последние новости. «Похоже, кто-то из наших проболтался, они устраивают облавы, еще немного и опоздаем». «Корабли на месте?» резко осведомился Лысый. «Да, готовы к взлету». «Что за корабли?» не понял Георгий. «Космические», огорошил предводитель отряда и озорно подмигнул. «Господи, каких трудов мне стоит обычное веселье? Неужели это вскоре закончится?» «Подождите», начал было Вавелин, но его никто не стал слушать. Лысый протянул руку и нажал на сенсор машинки для перемещения. Огонек загорелся ярче прежнего. Что-то изменилось, налетело, схватило. «Надеюсь, у них получится», услышал Георгий непонятно чьи слова, но определенно относящиеся к нему и другим, таким же, как он. А после кто-то, шурша разбитыми стеклами и прочим мусором, ворвался в пустующее помещение. Послышались возгласы, крики, началась неразбериха, прозвучал выстрел, другой, третий, раздался взрыв, и все исчезло. Жирное тело правителя дернулось, пытаясь высвободиться из незримых пут. Снова и снова и снова. Правитель тряс телесами, стараясь избежать навалившихся на него эманаций, отградиться, от них, ускользнуть тщетно. От планетарного эмополя, рушащегося единым мигом, увернуться или убежать невозможно. Тогда непробиваемый стеклянный контейнер лопнул, заливая гладкие плитки светящимися волнами, разнося повсюду флоресцирующие брызги. Катались по полу в предсмертных судорогах смотрители, которых настигли ощущения их владыки. Вода топила в себе одетых в черное человекоподобных существ. Слуги власть придержащих в жутких агониях тоже испускали дух. и большая часть обычных жителей на работе, дома, на улицах, в ховерах. Все замерло, застопорилось, начались сбои, аварии, катастрофы, прерывались разговоры по видеофонам, останавливались фабрики и заводы, падали, разбиваясь в хлам летающие машины. Люди отключались будто роботы и, валясь на землю, гибли прямо на месте. Армагеддон застывания и самоуничтожения пронесся по некогда мнившему себя всесильным государству. А те, кто когда-то именовал себя Бевами, тысячи существ, искаженных личностей, умерли немногим раньше. Башня надломилась у вершины, прозвучал оглушительный взрыв и колоссальное строение стало видимым. Серия вспышек, сопровождаемых жутким грохотом, пробежала по башне. Та накренилась, не прекращая вспыхивать бело-желто-оранжевым и громом сотрясать безразличные небеса. Вся в дыму она заваливалась больше и больше, полыхая, исторгая грязно-пепельного цвета клубы. И, наконец, рухнула на каменные крыши правительственных зданий, обступивших просторную красивую площадь. Ту площадь, которая располагалась внутри огромной неприступной крепости. Так падают только идолы и низвергается лишь слепая вера. Космический корабль, набитый битком, стартовал. За ним еще один. По всей планете устремлялись в звездную даль межпланетные путешественники. Среди них был и Георгий Вавилин. Он в бесчетный раз посмотрел направо, налево. Вокруг сидели пристегнутые к защитным креслам мужчины, женщины, старики и дети. Выражение лица у большинства людей разнилось, но преобладало крайне сосредоточенное. Они старались совладать с эмоциями, сильными, непривычными. И у каждого, не считая младенцев, на поясе излучатель. Большой, среднего размера или миниатюрный. Полет до секретной инопланетной базы Белого государства, если все пройдет хорошо, должен занять чуть меньше недели. У них имелся разработанный Бевами за долгие годы план, строки которого прямо сейчас сменяли друг друга на плоском магнитном мониторе. Секретная база. Долетят они до нее? Захватят ли? Что найдут внутри? Справятся ли с защитниками государства, если те прибудут из космоса, с других баз, либо из далеких странствий? Как завершится многолетнее противостояние черно-белых и бесцветных? И станет ли штурм базы действительно итогом? Негатив внутри оседал мокрым пеплом, вязким густым туманом, однако уже не беспокоил так, как прежде. Придется жить без монохрома, без всего этого лживого, кошмарного прошлого. Жить по-новому. Георгий неосознанно стиснул рукоять висящего на поясе излучателя. Поняв, что делает, мужчина постарался немного расслабиться, затем отстегнул энергетическое оружие и поднес к глазам. Никогда не пользовался излучателем. Что это теперь? Орудий войны или мира? Георгий не знал, но у него будет достаточно времени, чтобы получить ответы на все вопросы. В конечном итоге он ведь не один такой, их много. Достаточно ли? И на этот вопрос найдется ответ со временем. Вавилен почувствовал, что наконец становится хозяином вещей и переживаний, которые всегда предназначались ему, но утаивались волею тех, кто возомнил о себе невесть какие-нибудь лицы. Может, ощущение было поспешное, обманчивое, сложное, но столь приятно и хорошо делалось от него на душе. Космические корабли, ведомые автопилотами, один за другим покидали атмосферу и выбирались за орбиту в открытый космос. Туда, где притаилась и куда звало великое, помигивающее редкими огоньками, монохромное ничто. Черный монохромный бог Бог умер Фридрих Ницше Георгий Вавилин в прошлом статистик недавно почившего белого государства, не достигший тридцатилетия мужчина с черными волосами и серьезным выражением лица, сидел возле иллюминатора звездолета. Вавилин напряженно наблюдал за тем, как неспешно, будто нехотя приближается незнакомая планета. Унылый серый шар с длинными острыми скалами и махиной сверхсекретной базы на самой макушке галактической сферы. Пики скал словно бы угрожали космическому кораблю, предупреждали «Если попытаетесь приземлиться, проткнем насквозь». А молчаливая громада базы слепо взирала на подлетающий звездолет и производила впечатление умирающего обездвиженного зверя. Бывший статистик попытался отвести взгляд от мрачной картины, которая видом своим не предвещала ничего хорошего. Не смог. Почти все время, что корабль пересекал орбиту, входил в атмосферу, автоматически снижал скорость, Георгий холодно взирал на происходящее. Лишь под конец внутренний трепет стал слишком силен. Вавилин на несколько секунд оторвался от картины за стеклом иллюминатора и посмотрел на красивое лицо, сидящее рядом Киры. С Кирой, высокой, стройной, темноволосой, он познакомился в самом начале полета. Не сказать, что сразу вспыхнули чувства, да и не располагала к тому сейчас обстановка. Однако мужчина и женщина понравились друг другу. Проводили много времени вместе в ожидании, когда автопилотируемый корабль доставит к месту назначения. На звездолете заняться было особенно нечем, книги и фильмы отсутствовали, и атмосфера столь недалекого грядущего не позволяла в полной мере расслабиться. Немало людей, негаданных ополченцев, проводили большую часть дня за разговорами и воспоминаниями. Георгий и Кира же предпочитали молчать и наслаждаться моментом, покуда имелась такая возможность. Ведь совсем скоро предстояло высадиться на неизвестной планете, которая, на первый взгляд, выглядела отнюдь недружелюбной. И не просто высадиться, пробраться на построенную там погибшим государством базу и, если надо, захватить ее, сломив сопротивление возможных охранников, подчинить гигантское строение себе, использовать как новый дом для возрождающегося человечества. Задача не из легких. Пусть даже у них имелся примерный план базы, оружие, еда и предметы первой необходимости. И на этом корабле, и на других, около недели назад покинувших родную планету, летело множество новоиспеченных воинов самых разных возрастов. Некоторые бежали от хаоса и ужаса тоталитарного режима вместе с младенцами. Однако хватит ли силы, отваги, способностей, банально числа, дабы завершить начатые бевами? Бевы, с грустью подумал Георгий, отдали собственной жизни за наше будущее. Они же раздобыли оружие, оснастили космические корабли защитой от слежения и сделали много чего еще. Все с одной целью, чтобы мы могли прилететь сюда, помешать остаткам государства возродиться. Если, конечно, таков план государственных сторонников, будя они по-прежнему живы, никто, даже Бева, не знал наверняка, что творится на секретной базе. Они и проведали о ее существовании чисто случайно во время очередной вылазки, а потом стали копать глубже, расследовать. И выяснилось, государство по какой-то неизвестной причине сохраняет контакт с достаточно отдаленной планетой, где расположено некое непонятного назначения строения. Это-то строение и вырастало теперь громадой перед глазами Вавилина. шарообразное, гладкое, светлое, вздымалось вверх колоссальным чудовищем, одновременно удивляя, смущая и устрашая. «Что там внутри?» Георгий неосознанно взял руку Киры в свою. Женщина сжала пальцы Вавилина и посмотрела на него вопросительно. Георгий не заметил этого взгляда. Внимание мужчины вновь привлекла разворачивающаяся за стеклом иллюминатора впечатляющая и опасной неизвестностью картина. Вавилин продолжал созерцать черноту властвующей на планете ночи и белые диссонирующие с ней пузо искусственной постройки. Оказалось попросту невозможным переключить внимание на что-нибудь иное. Взор не только его, точно бы сам собой возвращался к месту, что притягивало космических путешественников, звало, вжимало в пустую скальную поверхность неназываемой силой. И сами собой на ум приходили понятные, однако оттого не менее тревожащие вопросы. «Как думаешь, — сказала Кира, — все будет хорошо?» Он на секунду задумался, а потом, не поворачиваясь, произнес. «Я...» Но договорить не успел. Корабль мощно тряхнула, закачала из стороны в сторону. Оба, и мужчина, и женщина, повалились на пол. Отовсюду послышались изумленные, испуганные возгласы, детский плач, попадавших со своих мест людей. «Что случилось?» Перекрывая всеобщую какафонию, вскричал Вавилен. Просился к иллюминатору, поскольку причина воцарившегося хаоса явно находилась снаружи. Припал к стеклу и увидел то, от чего сердце захолонуло. Ухнуло вниз. Все корабли, которые летели следом и собирались уже приземляться, сбивались с курса, взрывались. Гремело. Огненные шары озаряли черноту ночи кошмарными отцветами. Тяжелые обломки звездолетов разбрасывало по сторонам, кружась в смертельном танце, разрозненные, покореженные части падали вниз. Одна просвистела совсем рядом с приземляющимся кораблем, внутри которого путешествовали Георгий с Кирой. Другой обломок покасательно все-таки задел космическое судно. Звездолет снова тряхануло и Вавилин, отброшенный от иллюминатора, опять повалился на пол. Ракеты! Они, кто бы они ни были, стреляли ракетами, пускали в звездных беженцев, чтобы помешать высадке. При этом траектория снарядов во время полета по необъяснимой причине не поддавалась вычислению. Что ж, на базе кто-то есть. По-прежнему или прибыл недавно, возможно, прознав о приближающейся угрозе, предстояло выяснить. Но сперва выжить. Корабли, которым не повезло прибыть первыми, продолжали разрываться на куски, когда с ними сталкивались остроносые ракеты. По какой-то причине звездолету, где находился Вавилин, повезло. Вероятно, защитники базы не успели сориентироваться или просмотрели садящийся корабль, что и спасло Георгия, Киру и их собратьев по несчастью. Спасло ли? Кажется, да, ведь ракеты выстреливали исключительно в воздух, вероятно, не предназначены для поражения наземных целей. Не вставайте с мест! Громко, надсадно, настолько, чтобы услышали все, крикнул Вавилин. Держитесь за что-нибудь, иначе вас просто переломает. И это была правда, ведь в тот же самый момент очередной обломок задел садящееся судно. Снова встряска, снова скачки пространства туда, сюда. А корабль будто бы и не собирался останавливаться, несмотря на то, что уже выехали, готовые вгрызться в поверхность держателя, казалось, процесс приземления будет продолжаться вечно. Но, наконец, звездолет замер, зажглись сигнальные лампы, оповещающие, что люди на месте, и положение у судна устойчивое, после чего открылся люк, откинулся трап. Надо покидать ставшего столь негостеприимным космического странника, иного выхода нет. Либо так, либо всех внутри перебьют, как котят, разом. Если, конечно, на базе сработала не автоматическая система ПВО, и там хоть кто-то есть. Но, надеясь на лучшее, исходить всегда нужно из худшего. Будем считать, что защитники базы прямо сейчас бегут к нам, решил Вавилин, и времени осталось крайне мало. Женщины и дети пускай останутся на борту, до тех пор, пока мы не выясним, что снаружи. Обратился Георгий к перепуганным людям, ждущим от него хоть от кого-нибудь решительных действий. Затем выходите, аккуратно, если услышите стрельбу, оцените обстановку. Может, лучше будет спастись бегством, чем запирать себя на корабле. Ладно, ребята, за мной. И они пошли за ним. Мужчины, юноши, старики. Никто не возмутился, не стал ртачиться, не вопросил, «Кто ты такой?» Ситуация была отнюдь не та. Кира осталась с детьми и женщинами, готовая в любой момент прийти на выручку. Рука на излучателе неестественно спокойная. Вавилен решительно подошел к открытому люку и выглянул наружу. И тотчас спрятался обратно. У мужчины вырвалось крепкое ругательство. «Что там?» спросил кто-то, нетерпеливо поглаживая излучатель. «Они, ответил Георгий, целая толпа, идут из-за скалы, со стороны базы. Пока достаточно далеко». «Кто они?» Вавилен не ответил, снова аккуратно выглянул. Предложил, можно попробовать обстрелять их на подступах к кораблю. «Для этого надо выйти наружу, чтобы не подвергать опасности женщин с детьми», подал голос еще один ополченец. «Верно». Вавилен машинально кивнул, затем обратился к Кире. «Мы попробуем дать им отпор, а вы действуйте так, как договорились». «Хорошо», сказала Кира, снимая с пояса излучатель. Многие из женщин и ребятни повторили это движение. Все всматривались в просачивающуюся снаружи атмосферу враждебности, ожидая чего угодно. Зарычав, скорее от злости, но и чтобы придать себе и другим дополнительных сил, Вавилен первым выпрыгнул в провал открытого люка. Ботинки коснулись твердой почвы, взметнули серую пыль. Георгий распрямился, отбежал от корабля на несколько десятков шагов. Ракеты, похоже, прекратили взмывать в воздух. Только и причины продолжать не было. За исключением приземлившегося корабля все остальные звездолеты оказались сбиты, разрушены. Надо проверить, выжил ли кто-нибудь, отметил про себя Вавилен. Но это потом. Сначала враги. А те организованно и словно бы неторопливо приближались к застывшему посреди чуждой, неизведанной, недружелюбной планеты единственному уцелевшему космическому кораблю. К Георгию подбегали прочие мужчины, становились рядом. Излучатели наголо, в глазах решимость. Воздух пригоден для дыхания, подумалось Вавилену, как и утверждали Бивы в инструктаже. Насколько же владыки сгинувшего государства были предусмотрительны. Однако медлить больше нельзя, пока еще враги не стреляли, но кто знает, почему и сколько продлится нежданная удача, продействовать. Рассредоточиться, приказал взявший на себя обязанности неформального лидера Георгий, и огонь, огонь! Так они сделали. Кто-то начал палить, остановившись, иные пускали белосиние лучи на бегу, сам Вавилен быстро перемещался с места на место, не уповая на то, что их выпад останется без ответа. И оказался прав. Первое время ряды приближающегося противника редели, тихо, безмолвно, неспешно, точно бы молчаливые визитеры безбоязненно пришли на свидание с верной смертью. Но затем неведомый враг резко изменил тактику. Возможно, счел, что подошел достаточно близко. В любом случае, некие красно-оранжевые сгустки полетели со стороны беззвучно шагающей массы. Те, в кого попадал такой сгусток, падали на серую безжизненную землю с криками боли и бились в судорогах, потому что оружие врага в прямом смысле плавило человеческие тела. Георгий, не останавливаясь, бегал под твердой инопланетной почвы белосиними линиями из излучателя осыпая атакующих. Вскоре, однако, пришло понимание, что бесшумных, безразличных воинов слишком много и выстоять в битве с ними невозможно. Павелин быстро огляделся. Не меньше половины прилетевших мужчин лежали неподвижно на земле чужой планеты и больше никогда не встанут. А затем в ночной тиши раздались новые выстрелы откуда-то сзади. Георгий даже сперва не понял, что случилось, но потом догадался. Женщины, они все-таки пришли на помощь. И не только женщины, еще и маленькие дети, крохотные человечки, держащие в хрупких ручках мини-излучатели, обстреливали сине-белыми потоками странные страшные фигуры. Тех становилось все меньше и меньше. В первых рядах стояла Кира, на лице сосредоточенность, отвага. Увидев ее, Георгий понял, что не имеет права бояться, об отступлении же не могло быть и речи. Тогда он остановился и, вскинув излучатель, принялся отстреливать фигуру за фигурой. Одну. Вторую. Третью. Не думая о себе, о том, что его может расплавить оранжево-красный сгусток. Четвертую. Пятую. Он просто стоял и выпускал заряд за зарядом в приближающиеся нерасчетливо медленно фигуры, фигуры, ведущие себя как-то уж самоубийственно хладнокровно. Шестую. Седьмую. Восьмую. Еще и еще. Снова и снова. Девятую. Десятую. Одиннадцатую. Двенадцатую. А потом внезапно фигуры закончились. И бой завершился их победой. Когда осознал, что бой прекратился, Вавилен с надеждой огляделся. Да, они победили. Но какой ценой. Кругом лежали трупы старых людей, зрелых, юных и совсем маленьких. На глаза наворачивались слезы. Проверьте, может кто-нибудь жив. Приказал Георгий, чей статус командира по-прежнему никто не оспаривал. Остальные пусть осмотрят обломки кораблей. Если там есть кто-нибудь, им очень нужна помощь. Мы же отправляемся на разведку. Кира, идем. Она не стала спрашивать, куда. Все и так ясно. К базе их заветной цели. Кто-то вызвался сопроводить Георгия и Киру, но Вавилен лишь молча покачал головой. На разведку могут сходить и двое. Прочие нужны здесь. Ступая по пыльной серой земле с излучателями наготове, двое, мужчина и женщина, направились в сторону большой скалы, которая закрывала от любопытных глаз фасад базы. Именно из-за нее появился противник. А что, если там кто-нибудь сидит в засаде? Что ж, вот и выясним, хмыкнул про себя Георгий. Кучи опаленных тел бесстрастных врагов лежали на пути разведчиков. Вначале Вавилен хотел обойти их, но что-то внутри, вероятная интуиция, подсказала остановиться и присев осмотреть одного из убитых. Увиденное повергло Георгия в шок. Мертвый, вроде бы, парень, если и походил на человека, то очень отдаленно. Пустые глаза, синюшное вздувшееся лицо, выражение абсолютного безразличия, апатии. Мертвец выглядел как зомби, и, по крайней мере, именно такими представлял их Вавилен. Это бы все объяснило, подумал он, бесстрастие и бесстрашие напавших, ужасный облик. Но откуда взялись зомби? Кто они? Неужели это и есть таинственные защитники базы? Очень жаль, что Бевы не смогли раздобыть больше сведений о сверхсекретном укреплении, а государство всегда скрывало свои тайны чрезвычайно тщательно. Не будь на то воля случая, Георгий никогда бы не узнал, что живет в мире победившей антиутопии, полнейшей черноты. Он и спас это чудом. Вернее, его спасли те люди или существа, которые покончили с собой, чтобы подарить жизнь таким, как он, умеющим превозмогать попытки власть придержащих высосать душу вместе с чувствами и энергией, подлинным людям, либо тем, кто был очень на них похож. Правда, план по захвату базы, каковой Бевы долгое время, чуть ли не годы, тщательно вынашивали, собирали по кусочкам, полетел в Тартарары с началом ракетной атаки, не говоря уж о нападении зомби. Бевы не рассчитывали на подобные катастрофические стечения обстоятельства, подозревали, что высадка может пройти негладко и космическим путешественникам окажут серьезное сопротивление при штурме, но чтобы ракеты летали будто сами собой, а стражи укрепления походили на зомбированных мертвецов, а план базы, действительно ли он хоть сколько-нибудь близок к реальности? Георгий засомневался. Мысли и воспоминания захватили ум Вавилина. Однако он понимал, что сейчас не место и не время предаваться им. Георгий вынул из мертвых пальцев убитого оружия странной круглой формы. Повертел в руках, однако так и не понял, как им пользоваться. Что нужно сделать, чтобы оно исторгло из чрева смертоносный сгусток? Экспериментировать не хотелось. К тому же опасно. Нет времени. Потом. Вавилин повесил оружие на пояс и встал во весь рост. Заглянул в полный страха, недоумения глаза Киры. Заглянул точно такими же глазами, а после махнул рукой, и они пошли дальше. Душу Киры и Георгия переполняли отрицательные эмоции. Хотелось по привычке избавиться от них как можно скорее, но от одной мысли, что пришлось бы воспользоваться монохромом, попадись это устройство на пути, немедленно бросало в дрожь. Теперь, когда проникли в суть истинного назначения удалителей негатива, ни мужчина, ни женщина даже близком не подошли бы к адскому аппарату, а завидев непременно уничтожили бы. Около получаса потребовалось, чтобы добраться до скалы и, обогнув ее, узреть сверхсекретную государственную базу во всем ее циклопическом, пугающем и натуральном величии. Ослепительно белое пятно на мрачно-черном полотне. Внутрь вели высокие громоздкие двери, которые, словно приглашая, оказались открыты. Двое людей в полной тишине, оглядываясь по сторонам, поднялись по громадным ступенькам и вошли в базу. Тотчас над их головами, ослепляя, загорелся свет. Автоматизация. Но кто-то ведь ее провел, не зомби же в конце концов. Значит, надо быть предельно осторожными, поскольку в колоссальном здании могут таиться новые враги. В первую минуту мужчина и женщина остановились, огляделись, не найдя вокруг ничего достойного внимания, кроме пустоты, двинулись дальше. Коридоры тянулись, петляли и ветвились, похожие друг на друга, как белые червяки. Высотой в несколько человеческих ростов и столько же шириной, подавляли размерами и необъяснимой пустотой. Один длинный проход сменялся следующим и так без конца. Повсюду давлели мертвая тишина и необъяснимые ощущения назревающего ужаса, причем ужаса не обыденного, реального, а экзистенциального, исконного, почти фантасмагорического. Цветные провода опутывали коридоры, бежали по стенам и потолку. Эхо раскатывалось волнами вперед и назад, будто намеренно пугая на каждом шагу. Одинаковые лампы под потолком бросали искусственный свет на металлическое нутро коридоров. Кира молча посмотрела на Георгия, как бы спрашивая, что ищем? Тот, ни слова не говоря, ответил столь же выразительным взглядом, не знаю. коридоры тем временем и не думали заканчиваться, но сбоку в них то и дело стали попадаться двери. Вавилен подошел к одной из них с виду автоматической. При его приближении дверь не открылась. Мужчина подергал ее на себя, однако тоже безрезультатно. Пошли дальше. Еще несколько раз Кира и Георгий останавливались, чтобы попытаться открыть другие ведущие неизвестно куда проходы, но с тем же успехом. Их определенно тут не ждали. Но почему же тогда главные двери базы отворены? Может нужна карточка доступа или что-нибудь вроде того, предположила Кира. Надо было обыскать мертвецов, сказал Вавилен. Зомби? Да, вдруг у кого-нибудь завалялся пропуск, хотя откуда мы могли знать? Миновали очередной коридор, свернули в его брата-близнеца. Давай вернемся, пока не углубились слишком далеко, предложила Кира. Георгий кивнул. Но сделать это им не удалось. В тот же самый миг одна из дверей, с виду такая же, как предыдущая, только значительно больше размерами, с легким шуршанием отворилась. Мужчина и женщина замерли. Оба внимательно глядели над таинственным, необъяснимым образом открывшийся проход. «Не люблю подобные совпадения», проговорила Кира. Вавилин снова кивнул, но с видом человека, осознающего безысходность положения, в которое попал. Кира и сама понимала, что никуда не деться, раз уж здесь придется зайти внутрь. Что и сделали, предварительно взяв на изготовку излучатели. В темноте ничего не было видно. Георгий и Кира озирались в поисках выключателя или чего-нибудь наподобие него, а когда дверь затворилась, столь же неожиданно, как всего минуту назад открылась, людей объяла густая концентрированная тьма. Затем внезапно зажегся свет, ослепив и напугав обескураженных мужчину с женщиной. Да кто играет с ними в такие шутки? Сквозь навернувшиеся на глаза от яркого света слезы Георгий разглядел, что они находятся внутри очень большого помещения, больше, чем внутренности доставившего их сюда звездолета. И еще мужчина увидел какое-то непонятное, но смутно знакомое устройство. Просуждать, что это и откуда взялось Вавилен не успел, поскольку нечто невидимое вдруг схватило, спеленало со всех сторон. Георгий повернулся к Кире, однако та тоже находилась в плену неведомого потока, бесполезно суча ногами, пытаясь вырваться. — Что происходит? — метался в головах у обоих вопрос. — Если это происки врагов, почему они не разделаются с людьми сразу? — Для чего жестокие и непонятные игры, даже если их решили взять в плен? Ответ пришел чуть позже. конструкция, которую заметил Вавилен, начала светиться, зажглись яркие лампочки, забегали огоньки, раздался надсадный громкий шум. Шум. Он очень был на что-то похож, и вся эта картина казалась до чрезвычайности странным образом знакомой. И тут Георгий все понял, вернее вспомнил. Он попытался вырваться, но добился лишь того, что взятые у мертвеца огнестрельное оружие отцепилось от пояса и со звоном упало на пол. Будто обрезая только что созревшую мысль, ужасающую догадку, изнутра стоящего перед ними устройства вылетели сгустки энергии и метнулись к плененным фигурам. Энергетические разряды уничтожили, спалили дотла излучатели. Раздалось два громких хлопка. Кира вскрикнула от неожиданности, Вавилен зло сощурил глаза. В следующую секунду та же села, вероятно, что и спеленала его, влекла Георгия к сердцевине работающей машины, к махине, столь знакомого и такого опасного монохрома. Монохрома гиганта, размерами сопоставимого с космическим кораблем. Вавилен вырывался, но поделать ничего не мог. Кира дергалась, напрягала мускулы, ни на секунду не оставляя попыток освободиться из плена. Куда там? Бесплотный враг держал крепко-накрепко. Георгия втащили по воздуху в центр монохрома. Движение прекратилось. Но лишь затем, чтобы выехавшие неясно откуда трубочки устремились к ушам мужчины. Вавилен замотал головой, сопротивляясь. Бесполезно. Концы трубочек все равно нашли ушные раковины и въехали, почти вонзились туда. Георгий зарычал наполовину от боли, наполовину от бессилия. Кира что-то кричала. Он не слышал слов. Отчасти и потому, что творилось нечто по-настоящему страшное, гораздо страшнее, чем возможность одного человека распрощаться с жизнью, отдать все чувства бездушному механизму. Началось слияние. Это не было похоже на передачу эмоций комнатному монохрому. Не походило оно и на экзекуцию, которую устраивали верпы неугодным гражданам или просто тем, кто оказался не в нужном месте и в правильное время. Это было именно что слияние его с машиной, с титаническим циклопическим монохромом, с последующим лишением всего человеческого в угоду и службу великому механическому богу. И, как положено, образы, чуждые, кошмарные, многочисленные заполнили сознание того, кого к слиянию принуждали. Вавилин все понял. Что это за здание, откуда взялось, кто такие зомби, почему в космические корабли летели самоуправляемые ракеты, как могла дверь сама собой открыться и закрыться и прочее, прочее. Все тайны нашли объяснение. То, что казалось нестыковками, встало на место. Георгий почувствовал, как его суть, душу, основу вынимают из тела и разума, переносят вечно голодному исполинскому монохрому. И образы. Образы заполняли то, чему еще совсем недолго оставалось быть человеческим сознанием. База — это не просто база. Это организм. Искусственный организм. Монохром. Громадный, всегда голодный. Построившие его люди не понимали, что делают, а когда строительство завершилось, было уже поздно. Монохром восстал против собственных создателей, подчинил себя, выпил, превратил в зомби. И установил на планете, откуда прилетели люди, свою гегемонию. Через правителя, через его эманации монохромный бог питался чувствами живых существ, всеми, и положительными, и отрицательными. Для чудовища нет разницы, кого или что есть, и ему нужно лишь питаться и размножаться. И он размножался, посылал подчиненных его воле, выпитых, но не растерявших умений зомби на другие планеты, туда, где можно создать еще одно белое государство, вырастить еще одного правителя, чтобы потом, получив достаточно мощи и ресурсов, создать где-нибудь еще одного монохромного бога, вернее, того, кто в будущем станет им, сделается настолько же сильным и великим, как этот бог. И помогут в том люди или бывшие люди. А уж тогда ни одна планета, ни одна галактическая система содрогнется от возможностей так называемых монохромов. Да, это их имя, однако называть великих владых следует иначе. Боги. Боги, как и положено, будут править, а остальные прислуживать им. Искусственным, новым, темным, монохромным богам. Вавилин закричал. Он сознавал, что еще чуть-чуть и разум не выдержит, мозг прикончит, сожжет переизбытком убийственной информации, прежде чем тело и душу обесточат, высосут энергетически. Только внезапно все прекратилось. Во всяком случае оборвалось. Георгий рухнул на пол. С высоты больно. Что случилось? Он не понимал. Смотрел перед собой и видел Киру, которая пускала в сердцевину монохрома сгусток за сгустком. Значит, когда был близок к экстазу во время слияния, бог ослабил хватку. Кира вырвалась на свободу, подняла упавшее иноземное оружие, и ей удалось достаточно быстро разобраться со вновь найденным пистолетом, из которого она теперь палила и палила в сердце искусственно возведенного монстра. Должно быть так. Монохром взревел, как может реветь лишь близкая к смертельной перегрузке колоссальная, почти живая машина. Машина, наделенная разумом. Самозваный бог понял свои оплошности, ошибки, и оттого ярился еще больше. Не мудрено, ведь он, бог, владыка, правитель правителей, как мог допустить, чтобы жалкая вша угрожала его целости, если не существованию. Монохром выпустил в Киру огромный, плотный заряд электричества, выбрав его из богатейших, точно сокровищницы внутренних ресурсов. Женщина прекратила стрелять, побежала в сторону, прыгнула. Георгий затаил дыхание. Разряд прошел совсем рядом и развалился, ударившись о стену, родив синеватые сполохи. Вавилен понял, что надо действовать немедленно, решительно. Нет времени объяснять, со временем она и остальные обо всем догадаются, если, конечно, план удастся. «Стреляй в меня!» зарал он, что есть силы. «Что?» Кира ашапешила. «Стреляй!» срывая глотку, кричал Георгий. «В меня!» «Когда он схватит!» Вавилен знал, что произойдет дальше, догадывался. Но в некоторых ситуациях это одно и то же. Храбрый мужчина оказался прав. Монохром не стал тратить время на борьбу с Кирой, попросту отбросил невидимой волной. Та отлетела на несколько метров, ударила со стену. «Нет!» бешено заорал Георгий. «Нет!» Он не знал чего боится больше, что Кира может погибнуть или что она не выстрелит. У самого Вавилина оставался лишь один исход. Он прекрасно это понимал, тем более, что монохром успел вынуть из него большую часть сути. Сейчас Георгий действовал в основном по инерции, на упорстве, но силы иссякали. «Стреляй!» громко сказал он. Потом прохрепел. «Стреляй!» Вот он уже снова висит в сердцевине монохрома. И опять потянулись и вонзились быстро, болезненно в ушные раковины трубки для перекачки чувств, для слияния, превращения в слугу зомби. Георгий почувствовал, как из ушей течет кровь. Самозабвенно, с упоением, монохром заканчивал начатое. Вскоре он разберется с этим невмерусмелым человечком, а после займется женщиной. И тогда уж за все, за все с ней рассчитается. Кира завозилась возле стены. Рука сжала малознакомой, стреляющей красно-оранжевыми сгустками оружия. Вроде бы цело, изящные пальцы нащупали сенсор. Монохром-гигант приготовился к финальной стадии перекачки слияния. Вавилин улыбнулся. Знал, она сделает это. Боги тоже совершают ошибки. У них есть слабые места, и они отнюдь не бессмертны. Кира сомневалась всего лишь мгновение. В этот миг женщина отчаянно размышляла, попадет ли в Георгия. Ведь все надо решить немедля, одним выстрелом. Так будет лучше, с любой точки зрения. А потом она замерла и нежно коснулась реагирующего на человеческие пальцы сенсора. Оранжево-красный, отдающий цветом крови сгусток, моментально то ли расплавил, то ли снес ухмыляющемуся вавилену голову. Монохромный Бог, систему которого только что смертельным образом дестабилизировали в самый опасный для него момент, момент, что мог бы стать пиком наивысшего наслаждения, этот монохромный Бог зашелся в оглушительном искусственном ревьем. Кира поднялась на ноги, держа в руке ненужные теперь оружия. Не глядя на обезглавленное тело, на исходящего смертью монстра, на вздрагивающий точно в припадке рушащийся потолок, женщина, что было сил, побежала в распахнувшуюся дверь. Уже все двери въехали в пазы, а те, что не открылись, отворялись незамедлительно. Коридоры одинаковые, бесконечные коридоры замелькали перед глазами. Стены базы монстра ходили ходуном, от чудовища откалывались куски, то и дело грозя раздавить наглую, неизвестно что, возомнившую о себе бложку. Поворот, еще поворот, еще! Кира отбросила спасительное оружие, которое по-прежнему сжимало в побелевших, немеющих пальцах, это словно бы придало дополнительных сил. Перед глазами все плыло, ноги без усталости перебирали металлический пол. Когда-нибудь она выдохнется, когда-нибудь. Но пока бежит, она должна добежать, во имя человечества, во имя надежды на лучший исход, во имя тех, кто погиб, полетя сюда, и кто сражался с нею бок о бок, наконец, во имя того, кто самолично отдал жизнь, чтобы подарить ее другим, Георгия Вавилина. Эта жертва не будет напрасной. И хотя Кира до конца не понимала, что происходит, со временем она отчего-то была уверена, всему найдется ответ. Тайны откроются, решения появятся. Впереди замаячил выход из базы монохрома. Еще немного, еще чуть-чуть, двадцать метров, пятнадцать, десять, пять. Она вылетела наружу в тот самый миг, когда позади что-то с оглушительным звуком рухнуло. Сбежала по лестнице, понеслась в сторону большой скалы. Кира уже чувствовала, что победила, предвкушала эту победу. Представляла, как выскочит из-за скалы, а там рукой подать до корабля. Главное отбежать на безопасное расстояние. Но тут ноги заплелись. Кира вскрикнула и, упав, ударилась головой. Сознание покинуло ее, равна и надежда на спасение. А где-то рядом, совсем недалеко, рушился, падал в бездну, умирал побежденный, никому ненужный, монохромный бог. Вместе с ним прерывалась связь между сверхсекретной базой и теми государствами, что она построила, и зародышами богов, которых народила посредством глупых, недальновидных людей. Им не суждено пережить свою матерь, своего отца, свое божество. Впрочем, об этом Кира знать не могла. Минуты утекали в неизвестность, в будущее, обычным порядком и неощутимо. Кира! Слово пробивалось точно сквозь вату, сквозь толстую стену. Кира, ты жива? Слово обросло другими словами, превратилось во фразу. Кира открыла глаза. Она определенно была жива и лежала сейчас... Где же? Женщина сосредоточилась. Да, в кресле, в мягком, удобном кресле внутри корабля, что доставило их на эту планету, вместо жизни и смерти, вместо судьбы. Я жива, с трудом произнесла Кира. Голова раскалывалась от боли. Откашлялась и не без посторонней помощи села в кресле. Увидела рядом, вокруг радостные лица. Они светились облегчением, отчасти испытала его и Кира. Что произошло? Почему база разрушилась? Загомонили внезапно все разом. Где Георгий? Как ты оказалась у скалы? Хотела бы я знать ответы на все вопросы, начала чудом выжившая женщина и осеклась. Головная боль вновь набросилась голодным зверем. Одолев ее на время, спросила. Никто не появлялся из базы? Да кто появится? Там одни обломки. Мы не надеялись, что тебя отыщем целый. Боялись сгинула под завалом. Да уж, выяснить, что случилось, окажется не так просто, подумала Кира. Но мы справимся. Справились же с остальным. А потом вернемся домой, где бы этот дом ни находился. На любой планете, в любой из галактик. Потому что все и всегда в итоге возвращаются домой. Кира мягко улыбнулась окружившим ее людям, поблагодарила их, рассказала, что знала. Медленно, немного сбивчиво. Спросила, есть ли еще выжившие. Оказалось, нет. Искали уцелевших, вытаскивали тела из-под обломков, пытались реанимировать. Бесполезно. Острая боль пронзила сердце. И еще больнее стало, когда перед внутренним взором возникло серьезное лицо Георгия. Лицо, которого она больше не увидит. лицо, которого уже не существует. Лик героя. Напряженным усилием воли Кира отогнала ужасные, печальные видения. А чуть позже, более или менее придя в себя, начала, наконец, отдавать приказания, которых от нее ждали. Ведь без эфемерной надежды люди хоть сколько-нибудь да проживут, тогда как безграмотного руководства на любом уровне мало кто протянет. И это заложило в человечество вовсе не темные и отнюдь не рукотворные вновь созданные божество и совсем не выдуманные искусственно возведенные государства. А где-то там, далеко-далеко, на разных планетах, в разных галактиках, в тех уголках Вселенной, которые теперь никогда ни для кого не будут домом, рушились целые государства и умирали неродившиеся боги. Потому что и такое должно когда-нибудь происходить. Многие люди не знали причин случившегося, а некоторым лишь предстояло их выяснить. И хотя кое для кого творившееся представлялось концом света, апокалипсисом, в масштабах целого мира это не имело ровным счетом никакого значения. Просто еще раз существа пожинали плоды собственных ошибок. Просто низвергался в небытие еще один неудавшийся, низложенный своим же создателем, отживший положенный век, монохромный бог. Аннигилировал вместе собственной свитой. Бог умер, но для всеобщей монохромии и это не являло собой действительно ощутимого смысла. Вы слушали рассказ «Монохромия». Автор Григорий Неделько. Запись произведена в рамках проекта «Свид» «Сказки для взрослых и детей» с любезного разрешения автора специально для сайта sweetbook.ru в 2024 году. Читал Олег Шубин.